Здарова, друзья! А мы к вам с реакцией на новенького Леру, на ролик, который мы узнаем, стоит ли покупать сиделку. Погнали! Какая-то нечестная рулетка, мне кажется, немного. Наверное, она перевернута вниз головой. Да, понятно. Сначала я подумала, там магнитик, потом я думала, это слишком сложно, можно просто перевернуть камеру вверх головой. Такое оказалось. Стоит ли покупать сиделку? О, в этот раз. Стоит ли покупать дом? Что-то подорожало, кстати. Если вы вдруг учитесь на сиделку, сначала посмотрите это видео, а потом все решите, надо ли. Надо ли вам идти работать? Можно у японская. Рост мой. Сиделки, походу, спавнятся в буфете. Наоби сейчас спит, да? Она всегда спит здесь. Я думаю, она реально дрыхнет. Я всегда любил... Смотри, у нее ручка, как лопата прямо, глянь, склеенная. Да, вот такая. Посмотреть, как я начинал. Перевод неточный, возможно, абсолютно неточный. Пусть спит, чтобы не нам его судить. В это время я лучше Гарри. Ладно, я пошел домой, все, время позднее, я пошел. Пока. Не моя. И это тоже не моя. Не моя. А как найти свою? Нет, неужели велосипед? Да? Не мое. Фух. Даже велика нет. Ты что, бесплатно работаешь? Вот так я домой чапаю. Пешком, пешком. Потому что мы где-то с иероглифами, то это Япония. Или Китай. Япония. Хожа на Японию, да. Или Казахстан. Нет, а куда я иду? Нет, не Казахстан. Если бы в Казахстане было все красиво. Да. Домой. Может, хорошел? Здесь? Нет, я здесь не живу. Здесь. 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 Это неправильно. В мусорке, в коробке. Да, вы издеваетесь. Темно. Такое, все такое неосвещенное. Какое-то. Ой. Кто там? Дерево. Наверное, видите в этом. Я думала, там какой-то обгоревший человек лежал. Это все же дерево, не волнуйся. Я вижу, что у дерева неплохой такой эс. Что, люблю природу. Говоря... Вот поэтому я и подумала, что там человек. Вот что подумала, что это человеческий эс. Тут фонаря. Это неправильно. Я подумал, ноги. Вот навеси меня лучше. Это мой дом. Не, я надеюсь, не. Серьезно? Это неверный путь. Это сюда? Реально? В этот склеп? Что это? Где из там никого нет? Hello. Maybe они заняты. Я могу войти внутрь, окей? Не надо. Что это? Нет, я сиделка. Какого хрена вы позвали меня в ночь? По тройному тарифу будем считаться с вами, ясно? Так, тут есть. Я сиделка, я пришел тут посидеть. Это же проклятие, получается. Сиделка, что так и делал. Ужастик, проклятие. Там тоже сиделка пришла, короче. И что? А там призраки. И вот сейчас будет то же самое, походу? Так. Нет, подожди. Вы что, меня заперли? Нет, все хорошо. Там белый малый должен быть. У меня еще остались. Еще раз так. Какое очень страшное кино, да? Тариф повысится. Я пришел к вам посидеть. Что пожрать? Вы в Карасе, классно смирялись на работе с сиделкой. Заключается в том, чтобы просто садиться и сидеть. Слушай, я в этом так не думал. Прикольно. Я работаю сиделкой, я просто пришел посидеть. Сажусь и сидеть. Да, и смотрите, как красиво. Все закрыто. Понял, разберемся. Что это за запах? Ну, пока я тут один, очевидно, это я. О, это я китаец. Я китаец. Ты женщина. Опа, это лестница? А, это загар. Ну, татуировка. Загар. Загар. Нет, лестница. У меня появилось желание побегать. Тряпка вокруг дома. Почему нет? Ничего. Ой, блядь, дурак. Ой, что-то звук какой-то. Что ты делаешь? Соусище. Соусище? Соусище, это было что-то съедобное с макаронами. Там, по-моему, дракония ее. Так темно, слушай. Ой, вон он. Вон. У него даже лица нету нормального. Я пришел тебя обследовать. Где ты делал, а не ты? Вижу, у меня портки с собой есть. Он какой довольный. Только не ясно, конечно, ни черта. И темно. Слышишь? Что за лабиринт? Как там закрыто-то оказалось-то? Эх, эх, эх. Дед. А дышка? У тебя портки. О. Попался старый гонщик. Ты что, обоссался, что ли? Ах, Сачи-сан. Почему ты ничего не говоришь, а просто писаешь? А чего у него прям выглядит, как будто это пиво? Прям с пенкой, смотри. Там вообще выглядит, как будто... Разлагается. Да, разлагается, как-то тает. Как кислота, знаешь, такое, да. Ты можешь ссать. Что случилось с твоей семьей? Они ушли? Эй, ты окей? Сачи-сан. Ну, деда, походу, протекло масло. Он, типа, автомобиль. Дед похож на SCP-статуи. Деду требуется замена масляного фильтра. Кто-то не даст за этот сикл-дикл. У меня есть вот такой сквиш. Добавляй. Все, мы протечную остановили. Слышишь? Трансформер, где все? Откуда ты вообще выкатился? Деда, дедуль, дедусик. Дудос. Как ты смотришь? Дед! Не помогает. Дед сиделка. Подскажи мне. Может, лучше нет тебя смотреть? С этим деревом. Почему ты на него смотришь? А. Все, я понял. Старый корнелюб, а? Попался. Старый корнелюб. Тебе устроил, как на пенькидре. Дед уехал. Поиски деда. Снова ищем деда. Может, он поехал пописать сам самостоятельно? Так он уже сделал все. Никого нету. Не понял. Получил чтение мусора. Дед превратился из сиделки в стоялку. Ну, походу. Опять так воняет еще. Мне кажется, там чей-то трупик будет. Поэтому там и воняет. Я гарантирую. Мне кажется, сам дед уже откопытился на самом деле. А это его в дух какой-то вселился в него. Он что-то вообще не делался. Не делался. И не говорил ничего. Не, ну он писал. Деда по запаху игра называется. Я уже чувствую. Дастекала что-то самого, знаешь. Опа. Опа. Ой. Ой, у деда обед. Ооо. Деда обед? Нельзя вставать, дед. Ты же... А это кто за торшер стоит? Следующий день. Что произошло? 22. Почему у всех имена, как будто это сета с роллами? Следующий. Вот так он питается. Заказываешь курьера, жрешь курьера. Хей, наоборот. Есть дед, за которым надо присмотреть. Капец, ты стремный. Предыдущий сет роллов не может отвечать больше за него. Она приболела. Можешь выйти вместо него? Конечно. Почему нет? Я же обожаю протекающих дедов. Хорошо, мы короткие люди. Мы короткие деды. Я понял. Иди к Сочи, он нуждается в тебе. Ладно, на первом делу я забираю сумку. О, здесь есть комп, кстати. О. Ну, сейчас хоть идем поярче, блин. Ну, это определенно Токио-хотель. То, как идет, где все, и вот какой-то лысый хим образовался. У тебя хорошая душа. Хуху. Реально, я чувствую, что я монах. Лысый. Короче, стоит монах и говорит, что я красавчик. Я говорю, без тебя все понятно. Надо где-то добираться. Мы не скромные, окей. Если он собирается есть каждый раз наших медицинских работников, может быть, он как-то переберется поближе. Блин, я не могу. Я не могу из этих карерьев. Реально. Реально, как будто там вот прям человек лежит вот кверху тем самым местом. Да нет. Самый обычный кольник вообще. Могу пройти мимо этого прекрасного дерева. Дедуля, к тебе пришла новая жертва. Слыши ты? Чайник кипит. Мне так мамка не купила кому-то что-то. Она открыта. Чайник пищит от головы. Выглядит, как будто там ключ. Похоже, да. Опять вкатался. Да, вот ты теперь парковался. Привет, Сочи-сан. Я Наоми. Я буду заботиться о тебе с этого момента. Ой. Ну ничего удивительного, у меня происходит точно так же, когда окна чистые. Чайник оставался кипяч. А, там была птица врезалась. Ну, не разбилась. И вода оставалась включенной. Где твоя семья? В любом случае, я должен отвезти тебя сейчас в ванну. О, не надо вымыть. Давай, ты домой приду тебя домыать жертва. Лучше ты его не трогал вообще. Я думаю, привязал бы его к стулу к этому и все. Скрепку сперла коза. Дом на абордаж брал, соседний дом. Что произошло? Может быть, я найду способ взять ее? С того дома, смотри-ка. Походу, где-то не при делах все-таки. Ну-ка, скрепкой взломаю. Оба. Ключ от сарая. Классно. Сарая, наверное, что-то типа граб... Кто это стоит? Что это? Ах ты, дерево глупое. Обхожу, как будто женщина в белом одеянии. Если найти вторую деда, можно починить, интересно? Я кажется, это не работает. О, да. Я могу лестницу поставить, шкаф туда. Да, там, где была тень. Может, не надо на чердак? Нет, чтобы попасть в ванну сзади. Самые два плохих места в доме, где очень стрёмно. Подвал первое место, чердак второе. А бывает наоборот. Не надо, не надо. Особенно ночью. Это ходочка, но все просто. Дед еще там сидит. Ждет. Он задымился. А что дед дымится? А точно. Теперь у него вот парбюратор барахлит. Реально дым? Испаряется. Подняться наверх. Ой, не надо. Что, просто лестница поменьше? А почему я не мог большую лестницу использовать? Так, ванна уже открыта. Дед, спокойно. Сейчас я тебя потушу. Вопрос, почему сюда не поставить просто большую лестницу? А, теперь с помощью длинной ноги мы вздеваем палку. Все понятно. А-а-а. Специально дед поставил ее, чтобы не мыться. Ой, там кто ходит. Дед поехал. Дед сперли, что за дела? Нет, там кто-то повез. Его кто-то увез его? Да, да, да. Он всех съел, скорее всего, дед остался. И он теперь хочет съесть деда. Это Моргенштерн получается? Да. Сидел дед. Ничего под собой не оставил. Ни записей, ни писей. Ну и куда ты его укатил? Надоели. Дед, вам что, коробки вы представляете постоянно? Такой загадочный силуэт. Сидит, дымит. Ну-ка, быстро мыться. Мы моем деда. Кто-то стучит. Мы моем деда. Подождите. У меня суп из деда варится. Дед откисает. Успокойтесь. У меня дед не готов еще. Что? А там никого? А, доставка. А что нам доставили? Это деду надо... Пакет. А я могу посмотреть, что там. А хочу посмотреть тоже. Давай, открывай. Ну открывай. Хватит, ты готов. Теперь спать. Кто-то храпит. Как монстр какой-то, слышишь? Какой-то из Преиспонии какой-то звук, знаешь? Портал какой-то. Че встал? Дед под моей защитой. Спокойно. Мой кто стоит. Да, я не заметила. Мне кажется, этот дед какой-то странный. Вы хотите посмотреть на дневник первой сиделки? Да. Это может помочь. И она снова взяла больничный. Может быть, ты сможешь ее навестить? Теперь мы идем к первой сиделке, чтобы узнать, что случилось. А она вообще там дома? Она живет рядом. В высоких апартаментах где-то здесь. Апартаменты высокие, только вот эти я вижу. О, привет. Можно войти? Эээ. Не дам тебе пройти. Не, смотри. Должно обыграть камень. Защищай, смотри, жилища сына. Ну, прям видно, что Качок такой Качевский, что у него голова как тело почти по размеру. Посмотри. Самое главное, смотри, какой боец. Я трущую все. Сыграй со мной. В смысле, как? Камень. Бумага. Ножницы. Когда-то давно три народа жили в мире. Я тебя сейчас на лицаре все равно просто и все. Ах, я проиграл. Действительно думал, что я... Терекой взгляд понятый к небесам такой полный был. Я готов к вознесению. Я готов принять свою суровую участь. Я просто дам тебе пройти, если ты выиграешь камень, ноешься бумагу. Ну, вообще-то, да. Мне нужна только одна вещь. Я знаю вас их много. Принеси мне нарк... А раньше твой дружок давал мне ее. Но в последнее время она ведет себя странно, не дает мне больше на... И убегает, как психопат. А раз я работаю в больничке, там стопроцентно есть какие-нибудь цепи-то лето. Может, ему банку с анализами принести? Вот его вштырит. Я помню, я скорбинку в нос засунул. У меня скорую вызывали. Не смешно. Я мог погибнуть. На! Ешь! О, да! Это! Это! Ахаха! Ахахаха! Что, что, на самом деле? Так, ее квартира последняя. Ну что, родной рот, погнали! Ой! В смысле? Что за дичь? Вообще, прыжок вверх же все наделается, не? Для первого раза сойдет, я думаю. Мне нужно идти к Соучи. Снова бежать туда. Вы что, угораете? Первым делом... Ты можешь делать? Чемпеда. Я думаю, он в своей любимой комнате здесь торчит. Нет, его здесь нет. Мышь, вы что здесь собрались? Ой, крысь, сколько! Рипнуть матрас. А за что? А за что матрас? Внутри матраса был ключик. Погиб пацан, ни за что. Земля тебе синтепухом. А что это? А это был что, живой матрас? Кровь откуда? Потому что ключик достали, и матрас протек. Сейчас будет какая-то вот чухня прям редко. Сто пудово. Третий хайф лайф, я понимаю. О, как удобно, да. Удача приходит под полом. И мне дали лом. Все, ни слова больше. Я сейчас все сделаю. Приходится разбирать ваш дом. Не зря же меня называют. Убийца матрасов. Потрошитель полов. Вы хотите спуститься вниз? Нет, нет, это же как подвал. Это еще хуже, чем чердак. Не надо. А хотя надо, давай. А ну да. Это же не мы идем. Мы посмотрим. Да, 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 конечно. Мечтаю. Он что, думает, что он метро? Ничего себе. Ритуал. Он жарит. Темные, да, какие-то? Головы голубей. Куча голубей лежит. Ну, это птица фабрика какая-то. Смотри, свечки грязные, значит, кто-то не зажил. Ах, кто стоит. А, там и мы. А, мы что-то. Это же дед? Это дед. Это тенгу. Правильно? Да. А тенгу это кто? Тенгу это типа как леший считается в японской мифологии. Бог горы или что-то еще. Они просто маски эти популярные. Типа как отпугиватели демонов. Или они наоборот как демоны считаются. Не уверена. Мать зарезана, когда готовила обед и часы пробили 3.30. Девочка задушена, когда вернулась из школы, часы пробили 8.10. Мальчика столкнули, стукнуло 5.40. Батя вылетел в окно, а за ним уже светло. Боги помогут, когда часы выровнятся. Что? Что это? Я записку читал. Ты кто? А бабуля? Я записку стоял, чесал. Откуда бабуля был, что такое дедуля? А, там еще в доме дофига часов было. А, соучи. Это дед. Впервые хочу что-то дочитать до конца. Она ходит в мешок. Баба съела деда получается. Баба жила в пещере и съела деда. Съела деда. Сейчас быстренько дочитаем. 3.30. 8.10. 5.40. 11.50. Это написано на бумажке. Ой-ой-ой-ой. Теперь ты ходишь по дому. Не надо за нами ходить. Мать залезли на кухне, значит это на кухне. Я цифры забыл. А, так она его еще режет или что? Вот кофе. Где дедура в полу? Вот она. Ой, так она сейчас... Ай, не можешь. Все. Я загружаюсь, ты не можешь меня резать. Так, 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 пока ее нет. Запиши на листик. Ну да, сфоткал и че. Что-то я не слышал, давно я в шагов. Стойте. Так ее может нету. О, надо. Потому что она не топает. Самый сердц вошел. Оставь меня, оставь, оставь, оставь. Что, я оторвался? Угу. Ой, какие волосы шикарные. Ой, красивые. Ха-ха, смотри, понтин для твоих волос. Вау. Класс. Так, три. Стоп, че слышь, это маленькая стрелка? Да, да. Станет я. Она встанет я. Ай-яй-яй. Класс тебе, потыкай. Делаем тактический кружок вокруг дома и возвращаемся к часам. Так, сначала часовую доставим до трех. И надеюсь, что она не успеет. Ай. Ай. Уже в трак, у меня тычет. Ты че? Хе-хе. Давай, давай, давай. Все. Дальше. Нет. Лестница, а вот часы рядом. Мальчик упал с лестницы, часы у лестницы. Все логично. 5.40, ставим. А-а-а. Да подожди. Это не слезы. Это дождь. Да там не 5.40. Смотри на себя. Вернулась. Я бегаю и пытаюсь считать с телефона в скрин. Это сложно вообще-то. А все потому, что здесь нет паузы никакой вообще. О-о-о. Пойди себе, вскрой лицо. Это 5.6. Она режет, она его не убивает, да? Один. Ну, видимо, если много-много раз порежет, тогда убьет. И он восстановится возле записки. Опять. Палка и хэ, это 9? Ёлки. Давай. Нормальные цифры писать. Нормальные цифры. Значит, я должен по порядку еще часы завести. Я занят. Я часовщик. Нет. Я буду стрелку крутить. Ты не успеешь. Давай, давай. Ес. О-о. А что случилось? Да. Пробило все. Спасибо тебе, молодая единица. Пократи не давала мне. В смысле, он же коптился. Как он вообще живой остался? Это не он был. Это дед. Теперь возьми эти ножницы и порежь ее нафиг. Суши, я просто хотел вас. Суши. Извините. Никаких тебе больше суши, бабушка. Теперь у меня есть ножницы, я готов покончить с этим. Вы спросите, стоит ли брать сиделку? Сиделка не стоит. Сиделка сидит. Ауф. Сиделка. Ауф. Ауф. Да. Кажется. Снова очередная. Вот я поню, какие тут все игры вот эти похожие. Вот он скачивает с этого сайта. Помнишь, какая-то была, где он тоже какой-то дом искал. И там были головоломки. Находил какую-то мертвую там ворону тоже. Помнишь, в двухэтажный дом и к какому-то замкнутому чуваку пришел? Это все один создатель какой-то? Мне кажется, это вообще один все сюжет. Походу, просто знаешь, я поняла. Короче, мы живем в мире, где существуют злые духи. И каждый раз, когда мы погибаем, мы перерождаемся в теле нового человека. В этот раз мы переродились в теле сиделки. Двух сиделок. Одна, получается, погибла. Ну, хотя она потом погибла. Ну, неважно, короче. И мы переродились в сиделку. Короче, если понравилась эта реакция, то можешь поставить лайк. Мы не обидимся. Нам будет, наоборот, очень даже приятно. И до встречи в следующих реакциях. Хм. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Сложный выбор.